В Новоалтайск выехала полиция качества новых дорог. Авто с мигалками. Лаборатория на колесах сейчас проверяет ровность полотна. Пару кругов выдадут показатель международного индекса ровности. Ямы или кочки, колесо двигается. И вот эти движения фиксируют датчики в виде графика. ГОСТа нормируется. 2,6 мм колебания на метр пройденного пути. Здесь у нас 2,1, 1,0. Мы если пройдем сейчас по какому-то старому участку дороги, там будет около 7-8. Почти 500 метров нового полотна по улице Пруцкая. В рамках программы «Безопасные качественные дороги» этот участок в Новоалтайске сдали первым. На 7 ведут работы. Убитой дороги выбирали сами жители. Их рейтинг одобряют и власти. Здесь много автобусных маршрут, школа, магазины, храм. Нам недавно присвоили статус территории, опережающей социально-экономического развития. Это дополнительный стимул, чтобы привлечь сюда инвесторов. Ямочность здесь была серьезная. Отфрезерована поверхность существующая. Устройство было выравнивающего слоя из пористого асфальта бетона и устройство покрытия из щебенистомастичного асфальта бетона. Дорожники заверили, полотно прослужит минимум 5 лет. Визуально его качество проверили представители УНФ. Замечаний нет. Специалисты следили за строительством на каждом этапе. Отбор материалов, производство смеси, укладка слоев. И так с любым новым участком дороги в крае. Если что-то пойдет не так, то в процессе эксплуатации будут образовываться калия, накаты, трещины, разрушения. Бывает у нас подгрунтовка перед устройством асфальта бетона. Устройство подгрунтовки недостаточно качественно. Либо они на всю площадь, либо неравномерно. Переделок не будет. До октября по федеральной программе в Новоалтайске сдадут 8 участков дорог общей протяженностью почти 8 километров. На их строительство выделено 106 миллионов рублей. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. Наши новости.